А в День народного единства в городском Доме культуры прошел фестиваль «Венок дружбы», в котором свои традиции, танцы и песни представили народы, проживающие на нашей многонациональной славянской земле. Приобщиться к самобытности национальных культур, узнать новые подробности из жизни людей самых разных национальностей – все это стало доступно для славянцев благодаря этому фестивалю. В Славянском районе проживают люди десятков национальностей, живут в дружбе и в добрососедстве, уважая национальные традиции друг друга. Как можно лучше познакомить с этими традициями – вот основная цель фестиваля «Венок дружбы». В фойе городского Дома культуры представители сельских поселений района развернули интересные экспозиции. Самобытные национальные наряды, предметы бытового обихода, книги, иконы, блюда национальной кухни – все это славянцы смогли увидеть на выставке. О культурных традициях, в первую очередь местных, здесь говорили со знанием дела. И дочечка мне помогла, например, пирогов, хлеба, балабушек, пирожки из капусты, из картошки, холодчик сварили, кровяночка, салка, все, что было в казачьей хате на столе, то я бы сейчас на стол и поставила. В прибрежном сельском поселении решили рассказать о солнечной Молдавии – крае плодоводов и виноделов. Чудесный, красивый, яркий, красочный край. Край винограда и прекрасного вина. Мы показали здесь кулинарию, украшения, быту, культуру. О Казахстане, одной из самых близких и дружественных России стран, хорошо знают в станице Петровской. Гостеприимство – это отличительная черта характера казахского народа. Если вы забежали в казахский дом даже на минутку и по не очень важному делу, то хозяин обязательно усадит вас за стол и нальет вам пиалу ароматного чая. К чаю он подаст сладости, орешки, баурсаки, самса, чак-чак – это все национальные блюда казахского народа. Неизменный интерес у посетителей выставки вызывала экспозиция об украинской культуре. Ведь не даром наши народы считаются родственными. Наибольший интерес вызвали у нас вышиваночки украинские, венок украинский. У нас проживает семейная пара украинцев, они вот в них женились и нам любезно предоставили. А также, как всегда, сало, четверть, колбаска, варенички. Самых добрых слов заслуживают традиции узбекского народа, уходящие в глубину веков. Представлены экспозиции и представлены национальные блюда. Это фрукты, сладости. Люди попробовали, остались очень довольны. Самой, я считаю, такой экзотической сладостью является узбекский сахар на ват. Очень интересный и очень вкусный. Самое главное, что все предложенное вниманию славянцев можно было посмотреть, расспросить о подробностях, а национальные блюда попробовать. Замечательный праздник дружбы, единства и согласия продолжился концертом, в котором приняли участие лучшие творческие коллективы района. Благодарные зрители горячо аплодировали артистам, в танцах которых золотые нити с национальной самобытности были вплетены в ткань своеобразного творчества. Участники фестиваля были награждены благодарственными письмами главы славянского района и ценными подарками. Но самым ценным даром стало ощущение братства народов. В первую очередь, наверное, буйство искусства для того, чтобы все-таки сплотить еще раз наши народы, показать друг другу, какие же мы красивые, какие же мы дружные. Проведена большая была работа к проведению этого праздника. Все празднично, торжественно, все красиво. Это понятно всем. Музыка и искусство лучше всего укрепляют мир и дружбу между народами. Андрей Вишневский, Александр Косицын. Программа «События».